Джиу-джитсу ко дню победы. В школе борьбы имени Геннадия Баданова прошли состязания по боевым искусствам. Их организаторами выступило милицейское физкультурное общество «Динамо правопорядок». Подробности в сюжете пресс-службы Бендерского УВД. Данные соревнования посвящены великому празднику нашему общему, это Великая Победа, Великой Отечественной войне с 25-го года. Данную дату вы все должны помнить и чтить. Чтить великие поды, которые добились наши деды и прадеды. Вам, уважаемые спортсмены, я желаю сил, терпения, показать все свои самые лучшие навыки. На татаме собралось больше 80 участников. Юноши и девушки из Бендер, Террасполя и Слободейского района. Самые младшие спортсмены от 6 лет. Такие первенства дают молодым спортсменам хорошую практику и мотивацию. Поединки с ударами, с борьбой, удушающей болевой. Ну, типа микс-файт, только в любительском виде для детей. Ученики должны проходить эту практику, чтобы они не проходили практику на улице где-то, здесь с ребятами могли противостоять. Потому что, когда занимается каждый в своем клубе, между собой, уже как-то друг друга зная. А приходят соревнования с разными ребятами из разных клубов. Потому что так участвуют в соревнованиях Бошенканжиу-Джитсу, Бендеры и Бошенканжиу-Джитсу-Террасполя. Три команды. Также участвуют команды карате-газирю, также с Бендер, две-три команды. И также с Террасполя одна команда, газирю-карате. Поединки с борьбой, с ударами, удушающими приемами. Спарринги специально разработаны для детей. Зрелище было захватывающим и очень эмоциональным. К победе стремился каждый участник. Субтитры создавал DimaTorzok